Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня печем хлебушек. Хлебушек 7 злаков. Самый полезный хлеб. Самый полезный хлеб это домашний хлеб. Готовим! Для такого вкусного хлебушка нам понадобится вода 300 мл, желательно тепленькая. Сухие дрожжи 7 грамм. Потом мука. Муку уже пересеяла примерно 500 грамм. Муку будем смотреть. У каждого своя мука и разная влажность. Поэтому мука примерно 500 грамм. Потом идут вот такие вот добавочки. Это житня мука, то есть ржаная мука 4 столовые ложки. Овсяные хлопья 2 столовые ложки. Высилки ржаные 2 столовые ложки. Семечки 2 столовые ложки. Изюм 2 столовые ложки. И вот семя льна 1 столовая ложка. Соль пол чайной ложки. И сахара можете добавить тоже чайную ложечку. Все такие ингредиенты нам нужны для вкусного хлебушка. Взяли емкость. В ней мы будем замешивать тесто. Наливаем всю воду. Вода тепленькая. В емкость отправляем дрожжи. Чайную ложку сахара. И пол чайной ложки соли. И все перемешали. Теперь надо добавить пару ложечек муки. Перемешали. Это у нас такая получилась опара. Накрыли. Нам нужно подождать, пока опара подойдет. 20 минут и наша опара, посмотрите. Я поднесу поближе. Больше ждать не будем. Вот 20 минут мне хватило. Видите, какая она. Вот. Вживая вся. Теперь мы сюда отправляем немножко муки. Ложки 3 муки. И всю муку ржаную. Высивки. Вернее, отруби. Высивки по-украински, отруби по-русски. Овсяные хлопья. Семечки. Семя льна. Отправим. Перемешали. Теперь отправляем изюм. Вот такое крутое уже тесто у нас получается. Теперь мы его перенесем. Все на столешницу. На столешницу высыпаем муку. Не всю, нет. Не всю. Вот столько. Немножко. Будем постепенно муку. Потому что мне может быть 500 грамм мало. Вернее, много. Мне может быть 500 грамм много. А кому-то будет как раз в пору. Отправляем тесто. Вот сюда. Прямо на столешницу на муку. Потихонечку начнем постепенно вмешивать в муку наше тесто. Посыпали сверху. Размяли еще раз. Еще муку так вминаем. Опять сюда. Муки насыпали. Так, вмяли. Сложим конвертиком. Раз. Два. Опять так размяли. Посыпали. Все. Теперь начнем вымешивать. Правой рукой вот этой частью вымешиваем тесто. Одной рукой вымешиваем. Другая рука помогает. Очень много муки еще остается. Но я не добавляю. Тесто должно быть не мягкое. Оно не должно быть. Видите, как форму держит. Вот так. Еще помесить его нужно. Уже оно, конечно же, к рукам немножко пристает. Но к коврику уже не пристает. Видите? Ни растительного масла, ничего здесь нет. При желании, если вам будет тяжело вымешивать тесто, можете чуть-чуть добавить растительного масла на столешницу, на коврик. Вот. Все, смотрите. Вымесили. Хлебушек. Тесто наше готово. Отправляем тесто в эту емкость. Немножко возьмем так, мукой. Можно растительным маслом смазать. И отправляем тесто в миску. Накрываем крышкой. И пусть тесто наше подходит. Обратите внимание, тесто увеличилось вдвое. Оно не будет. Это тесто тяжелое. Считается, оно сильно не подходит. Теперь отправляем его на коврик. И теперь давайте еще раз вымесим его. Нам нужно еще раз вымесить. Муку мы уже не добавляем. Все, что на коврике, чуть-чуть, буквально припорошила сразу изначально коврики. Все. Немножко липнет к рукам. Рука вот такая. Посмотрите, чуть-чуть, буквально чуть-чуть липнет. К столешнице уже не прилипает. То есть оно как и не прилипало, так и не прилипает. Теперь мы немножко, чуть-чуть смажем столешницу растительным маслом. Буквально пол чайной ложечки. Размажем. Растительное масло. Смазали. Мазали растительным маслом для того, чтобы скалка не прилипала. Скалка деревянная может прилипать. И теперь, как-то хочется вам как показать. Берем и складываем. Вот. Сложили хлебушек наш. Здесь можно чуть-чуть защипнуть. Вернулись. Обратно сюда. Если где-то изюм выскочит, можем спрятать. Но это не страшно. Просто, что в духовке он может подгореть изюм. Теперь сложим в коврик. Смотрите, форму я застелила. Форма у меня металлическая. Я застелила пергаментом для выпечки. И укладываем в наш хлебушек. Я забыла вам сказать. В форме тесто подходило 50 минут. А теперь еще накроем салфеткой. Где-то примерно полчаса будет стоять. Опять же, в теплом месте. 35 минут подходило тесто. Тесто уже готово отправляться в духовку. Кто прокрутил видео, это не первый раз подходило тесто. Первый раз тесто подходило просто в миске. А это уже второй раз тесто у нас подходило в форме. Выпекаем примерно 40 минут. У каждого своя духовка. И у меня в том же числе каждый раз выпекается по-разному. Все зависит от теста, от плотности теста. Будем проверять при помощи шпажки. 40 минут. Пробыл наш хлебушек в духовке. Хлебушек готов. Проверяем хлебушек при помощи вот такой шпажки. Посмотрите, видите, сухая. Теперь мы переложим хлеб. Достанем его. Ой, горячее. Сейчас я вот так вот возьму. Смотрите, какое донышко. Донышко, видите, какое хорошее. Оставляем хлебушек на решетку. Накрываем. Можно даже вот так сделать. Все. Пусть хлебушек отдыхает. Наш хлебушек отдохнул, остыл хорошо. И теперь мы можем его разрезать. Можем его разрезать сейчас. Чтобы вам было видно хорошо. Корочка хорошая. Очень. Посмотрите, какой хлебушек внутри. Обратите внимание, как он хорошо пропекся. Вот если мы надавим, он возвращается обратно. Это признак того, что хлеб хорошо пропекся. Вот здесь покажу. Смотрите, какой внутри. Прекрасный хлебушек. Хлебушек плотный. С хорошей корочкой. Корочка есть, но он очень плотный внутри. Вот такой хлебушек у нас получился. Ну что, друзья, хлебушек мы испекли. Хлебушек ароматный. Хлебушек полезный. Хлебушек домашний. Готовьте со мной. Кому понравился рецепт, ставим пальчик вверх. Подписываемся. Нажимаем на колокольчик. И вам будет приходить извещение о новых видео. Всем до свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok